Комендантский час для льготников. В Дружковке водители маршруток после 9 часов вечера отказываются бесплатно возить инвалидов. Один из таких пассажиров снял отказ на видео. По каким законам живут дружковские маршруточники, знает Алексей Куделя. Льготы на проезд в Дружковке, оказывается, действуют только днём. Это выяснил глухой пассажир, который и записал свой конфликт с очередным водителем на видео. Олег получил инвалидность три года назад. У него пропал слух после тяжёлой операции. Сегодня он вынужден бороться не только с недугом, но и с хамством водителей практически ежедневно. В этот вечер ехал из церкви, и его терпение лопнуло. Видеоролик сделал для местных чиновников, которые на его заявление реагируют лишь стандартными отписками. Я удостоверение предъявил, постоял, прошёл. Водитель, видно, всё равно хочет, чтобы я оплатил. Это унижает, я болею, мне переживания это доставляют. И унижение. Много знакомых ездит в транспорт. Водителя, который стал героем видеоролика, сегодня на маршруте не было. Однако его коллеги говорят, что вынуждены требовать плату за проезд с инвалидов, потому что им самим не хватает денег. А компенсацию за обслуживание льготников им выплачивают слишком маленькую. Не знаю, всех возим, а никто не платит. Ну, они же действительно инвалиды. Платить должны. Ну, льготные категории, правильно. Государство должно платить, всё правильно. То есть государство не компенсирует, что ли? Конечно, нет. Как же так? Они же принимаются программы. Ну, не знаю. Я вообще, сколько я работаю на маршруте, я возить вожу, а за них я ни копейки не получил. Потому что я даже не оформлял, нигде не подписывал, ничего. То есть водителям проще брать деньги, чем оформить необходимые компенсационные пакеты. Юристы говорят, что закон разрешает инвалидам пользоваться льготами круглосуточно. А если водителям не хватает прибыли, то они могут перейти на другие маршруты. Законом чётко предусмотрено о том, что водитель не имеет права отказывать льготнику в перевозке. О том, что сейчас идёт очень много обсуждений о том, что нет дотаций, как бы, как таковых, так это ничем не подтверждено. В принципе, я житель города Дружковки, я не видела ни одного возмущённого, допустим, письма со стороны перевозчиков о том, что местные власти не компенсируют льготные перевозки. Десятый маршрут Дружковки, пожалуй, самый дорогой в Украине. За расстояние всего в три километра пассажир платит две с половиной гривны. Алексей Куделя, Виталий Багаичук, телеканал Донбасс.